Привет! На днях думал о чем сделать твое следующее видео. Следующее видео я сделаю о том, как вам пройти техосмотр в Германии. Как вам нужно осмотреть автомобиль, какие узлы безопасности, какие узлы рабочие нужно смотреть, что вам нужно смотреть на автомобиле, чтобы пройти техосмотр. Вот этот вот автомобиль, который я буду проходить сейчас тут, посмотрите на него. Вот такой вот автомобиль. Что нам нужно на него посмотреть? В первую очередь мы залезем в кабину. У этого автомобиля 251 тысяча, это очень просто даже нормально. Нужно посмотреть на ржавчину. Ржавчины нет. Хороший автомобиль. Живой. Даже при 250 тысячах. Резина хорошая. Вот тут удар был. Это не страшно, она чего-то сильно не влияет. Посмотреть стекло. Есть ли на стекле какие-нибудь трещины, поломки или штайншлаг. Если штайншлаг находится вот в этом районе, возможно, если он не заметит, вас заставит поменять стекло. Так. Салон. Нам нужна панель приборов. Все потухло, аэрбэк не горит, СРС не горит. Самое главное, чтобы не горели никакие лампочки. Если лампочка какая-то горит, вот как, например, АБС, там что-то из СРС, аэрбэк, заставьте эти лампочки не гореть. Пускай лучше они не горят, чем они горят. Есть вероятность, что вы пройдете тюк. В основном, поломки, в принципе, в хорошем состоянии. Такая хорошая машина. Поехали дальше. Нам нужно посмотреть тормоза. Тормоза и лампочки. Включаем свет. Желательно сделать, конечно, это вдвоем, чтобы у нас одна-вторая горит. Вот здесь вот горит, здесь не горит. Включим зажигание, заведем мотор. Ух ты! Сразу здесь. Вот АРБ горит потух. То есть это хорошо, да? Сейчас не видно. Желательно вдвоем, чтобы все это было видно. Потому что одному сложно. И тут и там горит. Единственное, вот здесь вот лампочка не горит. Света. Здесь также все нормально. Здесь стекла. Проверим. Ремни безопасности заходят назад. А нет, это тоже бывает проверяет. Да, вот я не знаю, будет ли проблема вот с этим. Смотри, вот для этого нет. Нет для него ремня безопасности. Посмотрим, что нам на это скажет. А так лампочка не возвращается хорошо, без проблем. Проверить и так вот дворнички, а опинутся они или нет. В рабочем состоянии или нет. Хорошие дворники. Отличное состояние. Да, целые, хорошие зеркала на месте. Проверить бы тормоза, горят или нет. Какие-нибудь лампочки. Очень важно проверить. Вот, вверх-вниз поднимаются лампочки или нет. Если даже в основном автомобиле только эта система не работает, вы не получите никакого техосмотра. Если, конечно, он будет это проверять. То есть, смотрите. Есть вероятность, что у вас много всяких поломок есть на автомобиле. И вы все равно получаете этот техосмотр. Есть возможность, то есть, из моего опыта личного, я приезжал на убитом Хундае. Хундай был 2003 года, 2.0 дизель. Что-то у него было около 500 тысяч пробега. У него побежала солярка прям в самом вот этом вот. На техосмотр прям в самом вот этом хале, в этом помещении, которое делает техосмотр. И там побежала солярка чуть ли не на голову. Он сбегает, глаза, вот такие. У тебя солярка бежит. Я говорю, ничего страшного. Открываю капот, там раз, болтик подкрутил. Фильтра побежала. Я фильтр просто немножко раз затянул. И все, и нормально, то есть. И не бежала больше. Там, что-то, не было. Там и задние тормоза там были ржавой. Как и что там, такой автомобиль был. Я, в принципе, сам туда ехал. Ехал уже 5 минут до закрытия. Приезжаю туда. Думаю, ну сейчас приеду туда. Они там с дури на меня будут, будут. То есть, я приехал там слишком поздно. Все равно поехал, приехал туда. И просто, я не знаю, каким чудом я получил на этот автомобиль техосмотр. То есть, неизвестно, да? А бывает такая вот ситуация. Еду на новом машине, машинить буквально год, да? И я еду на техосмотр. На этом техосмотре у меня немножко есть, там, со шруса, с антрепсвелли, дырочка вот в этой резинке, которая в пыльнике. В пыльнике антрепсвелли, в пыльнике шруса. Там есть дырочки небольшие, немножко, оттуда такое выходит, немножко, ну совсем чуть-чуть масла. Там видно только началось это. Ну дырка, реально. То ли укусил кто-то, то ли что-то подпал туда. И на колесе, на колесе был немножко задир такой. Вот из-за этого автомобиль не получил техосмотр. То есть, варианты бывают разные, да? И, в принципе, как повезет вообще. Повезет ли вам? Просто нужно ехать туда. Единственное, я даю советы, то что вы должны проверить автомобиль, проверить все эти кнопочки, да? Работает, посмотреть наружи, работает ли это все действительно у вас. Посмотреть также, мы сейчас посмотрим, у меня есть лампочка, посмотрим тормоза, работают ли вы хорошие или нет. Вот посмотрим, смотрите. Садний поворот работает. Правый, левый работает. В этом тоже работает. Здесь, здесь. Все есть, все работает. В принципе, хозяин был автомобилем, сказал мне. И вот смотрим сюда, сейчас, не знаю, покажем. Видно, нет? Да, вот здесь вот хорошо видно, то что у него. Это лучше отверточки, конечно, попробовать. У меня сейчас две руки. Не смогу ничего сделать. То есть, там видно, вот этот вот выемку, вот эту. Можно потрогать пальцем, будет видно, есть ли у него выработка или нет. Если где-то около полтора миллиметра выработка, он может вам сказать, может вам сказать, вот тогда можно заглянуть. Не знаю, там, наверное, не видно вам. Там, скорее всего, не видно. И посмотреть, там колодки. Здесь у него, сейчас гляну. О, они у него новые, практически. Это хорошо. То есть, чтоб тормоза не были ржавые. Вот это стороны, вот немножко ржавеще. Посмотрим, вот, наверное, видно. Сделать поближе. Они немножко там ржавые сверху, но ничего страшного. В принципе. Посмотреть также колодочки. Колодочки тоже практически новые там. Вот так вот, лучше видно, вот так. Там есть еще что-то, ну не новый, но там очень много. Также и протектор. Протектор очень хороший. И нужно обязательно посмотреть ржавчину, чтобы ржавчину не было. Да, то есть пройтись понизу, обязательно лечь под автомобиль, пройтись отверткой, вот по этим вот местам. Я просто знаю, этот автомобиль еще попробует. Лечь. И посмотреть. Вот пройтись вот по этим не самые необычно дырявые. И пройтись везде, посмотреть. Вон там что-то оборвано. Послушайте, автомобиль желательно подергать. Рулевую поездить на нем. То есть, когда вы едете, если есть какой-нибудь стук в подвеске в вашей ходовой системе, то желательно обратить на это внимание. То есть, автомобиль вообще должен ехать тихо, да, и не должно быть никаких... никаких вот лишних движений, никаких лишних звуков у него не должно быть. Вы должны его просто слышать хорошо и четко. Он должен идти как робусто, так, да, потихоньку, хорошо, приятно. И если вы слышите при каких-то неровностях дороги звуки, ваше переднее, заднее или откуда-то, то обратите на это внимание. Есть вероятность. То есть, я уже было такое дело, что я получал даже с поломанной ходовой системой. У меня друг один, он продает автомобили. И он говорит, я, говорит, один раз поехал Латюф, приезжаю туда, а у меня BMW пятерка, у него заднее колесо стоит вот так вот. У него трагглинг полностью, практически, ауткишнан, то есть, выбило его, да. Он приезжает туда, это уже, я не помню, это лет, наверное, он мне пять назад рассказывал, как это было. И он, говорит, приезжает туда, автомобиль им видел, но не его, ему почему-то, не знаю, он мне сказал, мне нужно было, чтобы я не получил на него тюф. Понятия не имею, как. То есть, я проезжая сквозь, он мне начинает уже выписывать, ставить штемпель, и говорит, ты что делаешь? А, что такое, хорошее, что такое, нормально же все. Он говорит, да посмотри, говорит, на колесо. Тот подходит на колесо, пообъезжая, едет назад на яму, короче, поднимает его, смотрит колесо, колесо болтается капитаном. Тут же нет, машине ехать нельзя, оставляйте его, короче. Я его спросил, этого друга, почему ты так сделал? Он говорит, мне нужно было так, чтобы на этот автомобиль он не получил тюф. Не знаю его причин, но вот такая ситуация у меня рассказывает. Езжайте на тюф, не бойтесь. Единственное, посмотрите перед тем автомобиль, и смело туда. Я сейчас на этом автомобиле, на данный момент, я сейчас поеду туда, и в этом же вот месте техосмотра буду проходить тюф. В принципе, могу вам показать все это сделать вместе. Поедем туда сейчас и посмотрим, как это практически все происходит. Вот лампочка, в принципе, горит. Мы готовы к нашей поездке начать. Все здесь хорошо, смотрим потеки и все остальное. То есть, видно, да, сразу автомобиль, а здорово он или нет? то есть, это более-менее такой хороший. Никаких этих ржавчин нет, этот ржавчин видно сразу. Попробуем, что снизу там. Сидите, да. Там тоже все сухо. Смело едем на тюф. Хороший, здоровый старый, посмотрим. Нарочи помочь. Торможение, когда торможу, так редко, но ты чувствуешь, когда только такой удар, если она тормозит, ну, такого не должно быть, она прям, ну, такое ощущение, как будто у нее рычаги до развития. Но это будет видно на подъемнике. То есть, я на подъемнике не заехал, не было возможности. Прямо бух, бух. А так, как автомобиль идет хорошо, блистать их там каких-то, я не вижу у него, то есть, никаких дефектов, никаких, никаких, разных, поломок. То есть, то есть, он не нормально. Руль немножко, но, скорее всего, то, что возможно у него будут рычаги. Я ленько назову, как по-немецки. Он весь немецкий. Каждый сам свое, кто куда поедет, кому что нравится, дектора, декора, там, что там еще, кюс есть, тюф, всякие разные фильмы, которые... Я выбираю тюф, дюд. Почему? Потому что проверено опытом. Тюф, дюд. Я еду туда, выбираем себе штели, едем туда, проверяем. Все, я на тюфе пошел платить за техосмотр. Процедура очень простая. Платите за техосмотр, подъезжаете к воротам, посмотрите, ждете, да? Вы приезжаете, вот этот, он на термин, стоите, ждете. Можете термин все сделать. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно, как обычно, то есть мы знаем, что нам для этого нужно. Нам нужна, нужен документ от автомобиля. Обязательно. Документ от автомобиля. Без него мы никуда. Берем с собой 100 евро. Должно хватить. Дорожник стоит. Ложим бумажку и 100 евро в карман и идем платить за техосмотр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok